Спартак практически всегда побеждал под руководством Олега Романцева, это же касалось административной части. Когда Лукойл всё же выкупил акции тренера, началось сущее добро, новый президент Спартака Андрей Червиченко решил поднять самый очевидный доход с домашних матчей Лиги Чемпионов. По разным данным, цены на билет поднялись 2-4 раза, и если раньше стадионы заполнялись целиком, то на игру с обладателем Кубка Уэфа Фейн Ордом пришло лишь 20 тысяч фанатов. Для масштаба Спартака это невеликие цифры, но скандал только разрастался, ведь болельщики смогли поймать Червиченко после матча и услышали в ответ, «Нет, вы лишний раз не уколитесь и не выпейте ещё одну бутылку водки». Эти слова шокировали даже основу фан-движения, они были вынуждены опубликовать открытое письмо в адрес Романцева и капитана Красно-Белых Егора Титова. Но толку оказалось мало, какой-никакой программе лояльности боссы Спартака додумались, только через год они придумали акцию «Три билета по цене двух». После этого стоимость действительно стала дешевле, но было слишком поздно. Агрессивная манера общения президента москвичей настроила против себя вообще всех фанатов, затем он говорил, что речь шла о четырёх бутылках пива, но что толку, не помог даже бесплатный чартер в Валенсию. До увольнения Олега Романцева оставалось всего полгода.